В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции города Майкопа задержан 50-летний местный житель. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Досмотр ранее судимого мужчины позволил оперативникам обнаружить у него сверток с белым порошком. Согласно исследованию, содержимое изъятого пакетика является наркотическим средством с солью. Майкопчанин признался, что запрещенное вещество купил в сети интернет через закладку. Следственным подразделениям возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК России. Санкция довольно суровая, до 10 лет лишения свободы. По материалам, собранным сотрудниками службы собственной безопасности регионального МВД, Геогинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Адыгее возбуждено два уголовных дела в отношении местного жителя. Установлено, что в декабре 2019 года 28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил административное правонарушение. В ответ на законные требования сотрудника полиции, прибывшего пресечь эти противоправные деяния, злоумышленник публично оскорбил инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Геогинскому району, находящегося при исполнении обязанностей. Нарушитель выразился в его адрес грубо нецензурной бранью, чем унизил честь и достоинство. Вслед за оскорблением злоумышленник ударил полицейского. Эти действия следственные органы квалифицировали как применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. В настоящее время по уголовным делам ведется следствие. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники службы собственной безопасности МВД по Республике Адыгея. Коротко о других мероприятиях, а также наиболее заметных происшествиях, нам расскажет руководитель пресс-центра республиканского МВД Байзет Гамлешко. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о профилактическом мероприятии для учащихся в Майкопе, а также расскажу, зачем госавтоинспекторы посетили одну из автошкол и салон по продаже машин. В школе номер 11 Майкопа проведено мероприятие по профилактике наркомании в подростковой среде. Сотрудники профильного подразделения, представители общественного совета при МВД Светлан Дорошенко подробно рассказали о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления запрещенных веществ. В ходе встречи детям показали и тематический фильм. Для СМИ в эти дни самой актуальной темой остается случай спасения полицейскими из Адыгеи двухмесячного ребенка. Напомним, что ранее к дежурившим в этот день госавтоинспектором обратился мужчина с просьбой помочь его сыну, которому в дороге стало плохо. Стражей правопорядка незамедлительно довезли их в одно из медучреждений Краснодара, где малышу оказали своевременную помощь. Дорожные полицейские Адыгеи ежедневно несут службу на подъезде к Тургеневскому мосту. Их деятельность направлена на регулирование дорожного движения в местах возникновения заторов. Кроме этого, ведется работа по выявлению пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, связанных в том числе с движением по обочинам и встречной полосе. Далее о незаконной реализации суррогата, умышленном повреждении чужого имущества и обнаружении мины времен Великой Отечественной войны. Участковыми уполномоченным межмуниципальным отделом МВД России Кашхабльский установлено, что 60-летняя местная жительница в своем доме осуществляет реализацию некачественного алкоголя. Из лавки, которую организовала пенсионерка, полицейские изъяли остатки суррогата. Сейчас он направлен на исследование. За продажу спиртного теперь женщине грозит крупный штраф, а в случае повторной фиксации – уголовное наказание. В Адыгее полиция и УФСИН совместно с общественниками и СМИ организовали профилактический рейд. В помещении уголовно-исполнительной инспекции проведены беседы с лицами, неоднократно привлекавшимися к ответственности за различные нарушения закона. Участники и организаторы им объяснили юридические и социальные последствия такого образа жизни. Дежурная часть полиции Майкопа поступила в сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд. На место незамедлительно прибыли стражи правопорядка, которые выставили оцепление. Специалисты Росгвардии определили, что обнаруженным объектом оказалась минометная мина времен Великой Отечественной войны. Добавлю, что ее уже уничтожили и она не представляет никакой опасности. Тем не менее, будьте осторожны. Это вся информация. Ислам. Редактор субтитров А.Семкин